Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию мы хотим предложить видеокурс, телевизионный курс, который мы назвали «Начинаем изучать немецкий язык». Телевизионный курс этот мы задумали для тех людей, которые только приступают к изучению современного немецкого языка или же пытались его учить самостоятельно, совсем немного, либо учили в простой школе и уже достаточно подзабыли немецкий язык и хотели бы, безусловно, вспомнить те азы немецкого языка, с которыми они сталкивались в простой общеобразовательной школе. Ну а в целом наш телевизионный курс мы хотели бы предложить всем тем, кто либо только собирается в ближайшем будущем поехать в одну из стран, где говорят на немецком языке. Ну, неважно в каком качестве. Как турист, как человек, который занимается бизнесом, либо кому-то в гости, или же наоборот, вы собираетесь принять здесь у себя гостей из какой-либо страны, где говорят на немецком языке. Ну, и в том, и в другом случае вы не обойдетесь без хотя бы каких-то начальных знаний современного немецкого языка. Вот для вас мы и решили создать такой небольшой, достаточно краткий телевизионный курс, можно сказать, вводный курс по немецкому языку, который за достаточно непродолжительное время, всего 10 занятий мы хотели предложить вашему вниманию. Вы могли бы более-менее освоиться в системе и структуре современного немецкого языка и приобрести минимальные навыки общения на немецком языке. Какие самые минимальные рекомендации я хотел бы дать вам, которые, с моей точки зрения, пригодятся при работе с нашим телевизионным курсом? Ну, во-первых, перед тем, как вы начнете смотреть любую из передач цикла, необходимо будет предварительно запастись словарем немецко-русским и русско-немецким и каким-нибудь справочным материалом, справочником по грамматике современного немецкого языка. Дело в том, что в наших телевизионных уроках мы будем обращаться к заданиям, где потребуется оперативное использование двуязычного словаря, а также я, безусловно, буду знакомить вас с системой и структурой немецкого языка, современного немецкого языка, и вот, может быть, некоторые моменты, которые я буду проговаривать достаточно быстро, напомню, наш телевизионный урок идет всего 45 минут, возможно, вы не все сможете сразу же понять, и вот тогда оперативно вы можете воспользоваться каким-то справочным материалом, который у вас будет под рукой. Из чего будут выстраиваться, из каких элементов будут выстраиваться наши занятия, вот телевизионные занятия, которые входят в цикл немецкого языка для начинающих. Из четырех основных блоков, ну, первый основной блок, это будет чтение. Нужно будет научиться читать по-немецки, и, безусловно, нужно будет научиться понимать, переводить вот те фрагменты, которые мы будем предъявлять вам для чтения. Собственно, для этого вам потребуется на каком-то этапе оперативно воспользоваться двуязычным словарем. Безусловно, достаточно много внимания в нашем телевизионном курсе мы будем обращать на обучение аудированию, то есть восприятию на слух. То есть желательно, конечно, мы ставим себе это тоже целью, научить вас слышать обычную, обыденную, бытовую немецкую речь, так как она звучит в немецком обиходе. Вот для этого многие тексты, которые мы будем с вами прорабатывать, будут сопровождаться записями, которые выполнены носителями языка, то есть немцами. Задания, которые мы будем прорабатывать с вами в наших телевизионных лекциях, в течение нашего телевизионного урока, предполагают и выработку навыков письма. То есть некоторые задания и в течение самого урока, ну и, безусловно, задания, которые будут ориентированы на домашнюю самостоятельную работу, предполагают тот факт, что вы не будете лениться и будете письменно выполнять эти задания. Таким образом вы будете развивать навык письма на немецком языке. Ну и, наконец, основная масса заданий, вот тех упражнений, вот того материала, с которым мы с вами будем работать в нашем телевизионном курсе, ориентирована, безусловно, на выработку навыка устной речи, то есть общения. Вот в конечном итоге та глобальная сверхзадача, которую мы должны будем с вами решить. Ну, безусловно, в каком-то вначале минимальном объеме, потому что вот этот цикл, который мы вам предлагаем, первый, самый начальный цикл, он, по сути дела, призван заложить некий фундамент вашего владения немецким языком, ну, а затем вы можете перейти уже на следующую ступеньку и постепенно повысить свой уровень знания по современному немецкому языку. Вот это то небольшое организационное вступление, которое бы я хотел сделать, прежде чем мы с вами начнем работу над современным немецким языком. Итак, сегодня первый урок и, естественно, традиционная тема, с которой принято начинать, знакомство и с людьми, и, безусловно, знакомство с языком, это тема, собственно, так и называется, тема знакомства. Или, по-немецки, «wir lernen uns kennen». Вот и давайте теперь попробуем познакомиться вот с теми, как бы, персонажами нашего телевизионного цикла, с которыми нам придется вместе и общаться, и выполнять какие-то необходимые действия по изучению немецкого языка. Все вот эти персонажи нашего телевизионного курса, вот так мы задумали, это тоже люди, которые только-только приступают к изучению немецкого языка. Ну, правда, им повезло несколько больше, и они, собственно, специально приехали, вот так это задумано по сюжету, они специально приехали в Германию для того, чтобы там на месте поучить немецкий язык. И вот следующим образом, как мы сейчас с вами увидим, происходит вот это прибытие в Германию, прилет в Германию, вот всех тех персонажей, которые затем и будут участвовать вместе с нами в изучении современного немецкого языка. Итак, мы начинаем с чтения. Давайте прочитаем с вами те короткие телеграммы, которые прислали перед своим приездом в Германию, те персонажи, которые, те люди, которые, как и вы, захотели выучить современный немецкий язык. Анкоме, Монтаг, 17.20, Flughafen Schönefeld, Мэнг, Пэкинг. Анкunft am 2.9, leider unmöglich. Коме, am 5.9, Jan, Бомбей. Анкommen in Bad Elster am 16.05, den Abend. Бэка Уйоу и Фрау, Helsинки. Текла Котевска, София. Teilnahme an Wettkämpfen wegen Krankheit leider nicht möglich Alfredo Pizzilli Italien Danke für Brief, treffe am 12.3. in Leipzig ein, Abreise am 15.3. Freue mich auf Wiedersehen. Schmidt, Boston, USA Итак, мы с вами только что смогли прочитать серию Telegram. А вот теперь попробуйте вспомнить их содержание и по-русски передать содержание вот тех Telegram, которые мы только что с вами прочитали ну, не целиком безусловно содержание а попытайтесь хотя бы вспомнить откуда из каких стран пришли эти телеграммы и кто кто их присылал вот это то первое задание которое я попрошу вас выполнить после того, как мы с вами прочитали эти телеграммы здесь здесь обратите пожалуйста внимание на серию глаголов которые нам уже встретились вот эту серию пожалуйста зафиксируйте а затем вы уже самостоятельно со словарем сможете более подробно проработать эту серию и так о чем идет речь это глаголы ankommen eintreffen anreisen abreisen teilnehmen возможно какие-то глаголы вам знакомы возможно какие-то вам встречаются впервые вот те глаголы которые из перечисленных вам оказались незнакомы посмотрите пожалуйста в словаре их значение посмотрите в словаре двуязычном немецко-русским словаре а пока что несколько примеров употребления этих глаголов в современном немецком языке безусловно это связано как раз с нашей первой темой знакомства итак глагол ankommen er kommt siebzehn uhr zwanzig an глагол eintreffen sie trifft heute ein глагол а теперь используя вот тот материал который мы с вами только что проработали давайте попробуем ответить на конкретные вопросы по содержанию вот тех телеграмм которые мы с вами только что прочитали в начале урока итак что это за вопросы по содержанию вы их последовательно сейчас можете увидеть на серии слайдов итак ответьте пожалуйста на вопросы ам ферия лагер лагер тайл ним терпе цели андин вет кэмпфен тайл и последний вопрос раист хэр смит ам фюнфцентен третен ап следующий шаг достаточно небольшой но очень важный это шаг научиться воспринимать немецкую речь на слух вот для того чтобы этот маленький шажок сделать в освоении немецкого языка на слух давайте с вами попробуем послушать текст и одновременно вот чтобы облегчить пока что вашу задачу одновременно прочитать его так давайте с вами послушаем текст 1-9 позиции инсофия он möchte gern киндер эрстин werden in diesem я фаре их das erste маль in дид дэр meine студии негопе нэм напомню на вопросы вот по содержанию того текста который мы только что с вами прослушали итак вопросы к тексту которые касаются лично вас например на такие при знакомстве вы со мной согласитесь не всегда сразу можно уловить например что-то имя или что-то фамилию но особенно если речь идет об иностранце и не всегда вся информация полностью сразу же как бы оседает в памяти и вот при первой встрече при знакомстве вообще при бытовом общении таком обиходном общении появляется необходимость переспросить что-то задать какой-то уточняющий вопрос вот собственно на это я и хотел бы обратить ваше внимание дело в том что такую установку я хочу вам дать при знакомстве не всегда еще раз повторю вы сразу воспринимаете всю информацию и безусловно вам нужно будет о чем-то переспросить вот давайте попробуем освоиться с этим видом коммуникативного общения и так вот что предлагают немцы в этом случае по для ворстелинга versteет man manchmal die nam nicht richtig oder man behält ihn nicht im gedächtnis dann kann man fragen ну действительно вот в этом случае всегда можно задать какой-то уточняющий вопрос а вот как звучит этот уточняющий вопрос мы сейчас с вами и послушаем давайте послушаем 1 12 вот так можно переспросить или задать какой-либо уточняющий вопрос ну а теперь попробуйте самостоятельно решить одну небольшую задачу общения а именно попробуйте представиться и начните свое представление с фразы мой name ist меня зовут итак попробуйте самостоятельно представиться все вот о чем мы с вами говорим потребуется вам не только в устном общении но и в общении письменном речь идет о заполнении каких-то документов а вот именно документы и окружают нас зачастую со всех сторон вот так по-немецки это и звучит формуляре формуляре и естественно если вы приезжаете в какую-то гостиницу то вам и предлагают заполнить некоторые документы и говорят фюлензи айн формуля аус как же выглядит стандартная форма какого-либо документа который нужно заполнять какие разделы там присутствуют вот давайте сейчас на серии слайдов посмотрим эти основные разделы они идут на двух языках как это сейчас принято в центральной Европе на английском и вот в нашем с вами случае на немецком попробуйте вот параллельно с просмотром этой серии слайдов представить себе как бы вы письменно заполнили этот бланк итак какие разделы в этом бланке анкунфтстаг мельдошайн цеменума наряду с днем прибытия анкунфтстаг естественно вы указываете и дату отъезда апрайзетаг следующая серия информации концентрируется на вашей личности а именно на Haftзетаг Возвращение, Wohnort, Straße, Staat, Personalausweis oder Reisepass, Ausstellungsort, Ausstellungstag. E-Frau, Geborene, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Kreis, Staatsangehörigkeit. Personal-Ausweis oder Reisepass, Ausstellungsort, Ausstellungstag mit Kindern. Вот так выглядит некий типовой документ, который вы заполняете по приезду в стран. А теперь несколько слов. Это как бы обязательный будет раздел нашего любого телевизионного урока. Раздел, посвященный системе и структуре языка, то есть грамматике. Итак, несколько начальных слов о тех грамматических явлениях, с которыми мы с вами уже столкнулись в первом уроке. Первая большая тема, на которую я хочу обратить ваше внимание, которую, безусловно, вы более подробно сможете проработать самостоятельно уже в качестве домашней работы, это система личных местоимений современного немецкого языка. Вот, обратите внимание на то, что личные местоимения представлены в трех лицах и в вежливой форме, так называемой, и они изменяются по падежам. На этом слайде представлено единственное число личных местоимений первого, второго и третьего лица. Эй, ду, вежливая форма, зи, э, зи, эс. Обратите внимание, что личные местоимения склоняются по падежам. Вот первую колонку в качестве примера. Эй, мэй, 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 мэйна. Следующий слайд представляет вам систему личных местоимений множественного числа, форм множественного числа, ве, э, вежливая форма, зи, и третье лицо, множественное число, зи. Точно так же склонение по падежам представлено и во множественном числе. Вот давайте с вами посмотрим на колонку, на первую колонку. Первое лицо множественного числа. Ви, унс, унс, унза. На что нужно обратить внимание? На что обращают внимание немецкие грамматики прежде всего? Дело в том, что вежливая форма существует в немецком языке для второго лица. При этом обратите внимание, что и в единственном, и во множественном числе эта форма имеет одинаковое звучание и одинаковое написание. Нужно только помнить о том, что она всегда пишется с большой буквы. Например, А вот что касается таких форм, как «ду» и «ir», то их употребление ограничено бытовым общением, прежде всего между членами семьи, между друзьями, хорошими знакомыми, ну, а также в среде детей. Ну, вот если вы пишете письмо хорошему знакомому, то вот в письме принято эти местоимения, например, местоимение «ду» тоже писать с большой буквы. Ну, а каждому личному местоимению в немецком языке соответствует притяжательное местоимение. Вот давайте посмотрим на систему притяжательных местоимений современного немецкого языка в их соотнесенности с личными местоимениями. «Ich mein», «du dein», «ir sein», «sie ihr», «es sein», «wir unser», «ir euer», «sie ihr». И вежливая форма «sie ihr». Примеры употребления притяжательных местоимений «Was ist ihr Vater von Beruf?» Или «Was ist ihre Mutter von Beruf?» Еще один пример. «Was studieren ihre Freunde?» И вот на что обращают внимание грамматики современного немецкого языка. Вежливая форма притяжательных местоимений. Обратите внимание, также пишется большой букв. А теперь мы можем, используя вот ту информацию о системе и структуре языка, послушать небольшой диалог, целью которого, напомню, что тема нашего первого урока – это знакомство, так вот, целью вот этого диалога является, опять-таки, установление первичного контакта, самое первое – знакомство и вот такой первичный обмен информации о себе. Итак, давайте послушаем. 1.17 «Дарф ich vorstellen?» «Gestatten Sie, dass ich vorstelle?» «Herr Dr. Huyo und Gattin. Sie kommen aus Finnland, aus Helsinki, und bleiben vier Wochen hier, in Bad Elster. Herr Dr. P.K. Huyo ist Jurist, Frau Huyo ist Lektorin. Sie unterrichtet die englische Sprache an der Universität Helsinki. Вот такое небольшое знакомство, можно сказать, фрагмент знакомства. Ну, а теперь я попрошу вас ответить на некоторые вопросы по содержанию прослушанного. Давайте попробуем. Wie stellt sich Herr und Frau vor? Wie stellt Herr und seine Frau und wie stellt Frau ihren Mann vor? А теперь попробуйте самостоятельно выполнить следующее задание. «Stellen Sie Ihren Freund, Ihre Freundin, Ihren Bruder, Ihre Schwester, Ihre Eltern oder einen Bekannten vor». Еще несколько грамматических комментариев, которые могут оказаться вам полезными. Речь пойдет о структуре предложения в современном немецком языке, то, что называется «Riesatzkonstruktsjön». В современном немецком языке есть три возможности постановки глагола предложения. Вот первая возможность, то, что называется «Stellungstyp 1», это позиция глагола на втором месте. «Zweite Stellung». Например, «Herr Schmitt sendet ein Telegram». Вторая возможность – это так называемая начальная позиция глагола. «Stellungstyp 2» – «Spitzenstellung». Например, «Sendet Herr Schmitt ein Telegram». Ну и некоторые аналогичные примеры вы также можете видеть на серии слайдов, которые характеризуют второй тип. И, наконец, третий тип – «Stellungstyp 3» – это финальная, конечная позиция глагола. Это касается в основном предаточных предложений. Например, «Herr Schmitt sagt, dass ihr Mathematik studiert». И еще несколько примеров. Ну, а поскольку мы с вами уже попытались задавать вопросы, а не только строить оповествовательные высказывания, то некоторое обобщение я хочу предложить вам относительно вопросительных предложений в современном немецком языке. Итак, вот первая возможность задать вопрос там, где вопросительное слово присутствует в вопросе и, соответственно, занимает первое место. Это как в примере «Wer nimmt am Rennschlitten-Wettbewerb in Oberhofteil?» Еще несколько аналогичных вопросов, например, «Wann ist er geboren?», «Wo ist er geboren?» и так далее. Обратите внимание, в том случае, если вам придется отвечать на эти и подобные вопросы, то этот тип вопросов требует ответа с употреблением либо «ja» или «nein», в зависимости от ситуации. Вот попробуйте ответить на вопрос. Вы можете ответить на этот вопрос либо утвердительно, используя «ja», «er hat bereits international erfolge», или отрицательно, употребив «nein». «Nein», «er hat keine erfolge». Итак, мы подошли с вами к возможности обратиться к чтению текста, используя весь тот материал, который мы с вами обсудили в течение нашего первого урока. Ну, поскольку тема нашего урока знакомства, то и итоговый текст, который я хочу предложить вашему вниманию, посвящен рассказу о себе. Итак, давайте с вами прочитаем текст и таким образом посмотрим, как можно структурировать рассказ о самом себе. Итак, следующее задание. Пожалуйста, внимательно слайд за слайдом прочитайте предъявляемый текст. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, что вы успешно справились с этим заданием. А теперь попробуйте в качестве одного из домашних заданий выполнить следующее. А именно написать самостоятельно небольшую краткую автобиографию и при этом использовать вот те формулировки из текста, который мы только что с вами прочитали. Итак, задание... Итак, это первое задание, домашнее задание, которое нужно будет сделать письменно. И в заключении нашего с вами первого урока я хочу предложить вам небольшой тест на самопроверку. Итак, давайте посмотрим задание итогового теста. Некая ситуация вам предлагается в рамках которой нужно будет выполнить серию заданий. Итак, что же это за ситуация? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мысль этого итогового тестового задания. Представьте себе, что группа молодых людей собралась в кемпинге, и все уже друг другу представились. Только одна девушка пока что еще всем не знакома. Попробуйте задать ей вопросы, опираясь на те ответы, которые являются ключом к этим вопросам, являются как бы ключевыми в данном тексте. Итак, нужно задать вопросы для того, чтобы получить те самые ответы, которые вы увидите на серии слайдов. Спасибо. И последнее домашнее задание, опять-таки ориентированное на письменную форму изложения. Оно звучит следующим образом. Schreiben Sie Ihre Kurzbiografie. На что при этом нужно обратить внимание? То есть, что нужно изложить в своей краткой автобиографии? Вот такие моменты необходимо в первую очередь упомянуть. Вот эти моменты представлены на слайде. Итак, в обязательном порядке не забудьте указать следующее. Я надеюсь, что вы успешно справитесь с этим достаточно несложным заданием. Ну, а наше с вами первое занятие телевизионного курса немецкого языка для начинающих подошло к концу. И я прощаюсь с вами до следующего нашего с вами телевизионного занятия, до следующего урока. Всего доброго. До свидания.